Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем делать интересные и полезные идеи вот из таких пластиковых бутылок. Каждый день на планете выбрасывается просто огромное количество пластика, но мы сегодня пойдем немножко по другому пути и сделаем из этих бутылок отличные самоделочки. Ну а что из этого получится, мы сейчас увидим. Поехали! Итак, первая самоделка довольно-таки простая. Берем бутылку и рисуем овал. Овал нужно сделать так, чтобы наша бутылка плотно прилегала к поверхности. Ну вот все, этого будет достаточно. Так, давайте затестим нашу приспособу. Иногда нам требуется, допустим, в квартире просверлить отверстие под картину. Мы сверлим и весь мусор летит на пол. Чтобы такого не было, как раз поможет наша приспособа. Отмеряем, отмечаем, где нам нужно сверлить, прижимаем нашу приспособу и сверлим. Как видим, весь мусор остался в нашей приспособе. Можно спокойно высыпать и снова работать. Для следующей самоделочки нам понадобятся горлышки от бутылок. Вот эта часть у меня уже была отрезана. Мы сделаем просто ее покороче. Так будет достаточно. Так, ну и здесь. Теперь нам пригодится фен. И вот такая лопатка есть у меня. Одеваем горлышко на черенок. И плавим. Так, друзья, вот что у нас получилось. Теперь у нас на лопатке образовался небольшой контейнер. Допустим, работая на огороде, можно взять и сюда уместить семена. И закрываем. Все, можем идти работать. И когда нам понадобятся семена, мы открываем контейнер. И высыпаем семена. Также можем найти и другое применение данной самоделки. В крышечке сверлим отверстие. Такой достаточно. Теперь берем хомутик. И все. И здесь обрезаем. Теперь продеваем. Вот таким способом. Стяжка у нас не даст вылететь из пробочки. И закручиваем. Все, теперь мы можем спокойно, в удобном для нас месте, повесить лопатку. Для следующей самоделки, кроме горлышка, нам понадобится еще и удочка. Одеваем горлышко на ручку. И прогреваем феном. Кстати, друзья говорят, что долго работать феном нельзя. Может расплавиться корпус. Чтобы этого не произошло, я постоянно замеряю температуру корпуса. А делаю я все это при помощи вот такого мобильного компактного тепловизора. Сиктермал компакт. Который я покупал в магазине Даджет. Поставляется тепловизор вот в такой коробочке. Есть инструкция небольшая. Здесь мы открываем и видим сам тепловизор. И также еще и идет здесь в комплекте влагозащищенный бокс. Качество бокса очень высокое. Еще раз хотелось бы сказать, что сам тепловизор разработан и делается в США. Подключить тепловизор можно к любому из устройств под управлением iOS или Android. Также можно подключить и к планшету. Подключить тепловизор не составит никакого труда. Нужно скачать с Google Play или App Store приложение. Сиктермал запускаем и подключаем камеру к нашему смартфону. Итак, вот наш фен. Мы им не работали. Как видим, нет нагрева. Сейчас чуть поработаем и посмотрим. Отворачиваем нашу крышечку. И, к примеру, можем взять крючки, сюда поместить и закрутить. Ну и все. Наша приспособа готова. Крючки всегда будут с нами. Итак, поработали феном. И, как видим, корпус у нас не нагрелся. А вот сама часть, где дует горячим воздухом, видим очень горячо. То есть плюс 36 градусов. Так, ну и давайте быстренько пройдемся по мастерской. Вот у меня окно. Как видим, одна сторона. Здесь идут теплопотери. Сверху нормально. И с этой стороны видим тоже теплопотери. Далее идет розетка. Как видим, она тоже нагревается. Здесь у нас конвектор красный. Так, ну и дверь. Дверь, как видим, самые большие теплопотери идут на двери. Сейчас вот посмотрим. Плюс 6-7. Ну и внизу самые большие теплопотери. Минус 1. То есть обязательно нужно утеплять низ, двери. По стенам, в принципе, все нормально. Друзья, область применения тепловизоров достаточно широки. Основные из них это обнаружение утечек тепла и холода, выявление проблем с электропроводкой. Также можно брать с собой на охоту для обнаружения добычи. В том числе в условиях плохой видимости. Кстати, любой полезный гаджет – это отличный новогодний подарок, который уж точно порадует и пригодится абсолютно каждому. Поэтому переходите в магазин «Даджет» и выбирайте новогодние подарки для своих и близких. А промокод «Умелец» даст вам скидку 10% на всю линейку «Сиктермал». Все ссылочки оставлю внизу под описанием. Ну а мы продолжаем. Для следующей самоделочки нам нужно отрезать два горлышка вот по этой линии. Так, первая. И выравниваем базу. Теперь берем термоклей и наносим на одну из сторон. И соединяем. Так, вот такой контейнер у нас с вами получился. Для чего его можно использовать? Можно использовать для флешек, к примеру. Вы снимаете на экшн-камеру, где-то под дождем. Решили сменить флешку, убрали, закрутили. И все, не боимся, что наша флешка попадет под дождь или грязь. Она будет защищена. Также можно и другие применения найти данному контейнеру. К примеру, идем на пикник и можно насыпать в нее соль. Не боимся, что она отмокнет или что-то. Соль всегда будет с нами. Для следующего лайфхака нам понадобится также горлышко от бутылки. Допустим, у нас есть пакетик с какой-то крупой. Мы обычно берем и завязываем на узелок, к примеру. После этого нам приходится либо разрывать пакет, потому что развязать его уже невозможно. Вот здесь нам как раз и пригодится наше горлышко. Откручиваем крышечку. Берем пакет, продеваем через горлышко. Допустим, вот так. И закручиваем нашу крышечку. Все. Наш пакет герметичный. И в следующий раз мы просто откручиваем крышечку. И берем крышечку, сколько нам нужно. Для следующей самоделки нам понадобится обычная пластиковая бутылка. И вот такой сосок от автомобильного колеса. Сверлим отверстие по центру пробки. Откручиваем пробочку. И теперь нам нужно вставить сосок вот в это отверстие. Вот что должно получиться в итоге. В итоге у нас получился вот такой пневмоклин. Давайте опробуем. И качаем. Ну и все. Наш пневмоклин работает. Но опять стоит учитывать, что на большие давления он не рассчитан. Вот этот способ будет очень хорошо помогать, допустим, при установке двери. Для следующей самоделки нам понадобится ценное количество бутылок. Все зависит от ваших потребностей. Итак, что нам нужно. Вырезаем вот такое отверстие. На всех бутылках. Форму можете делать квадратную. Можете круглую. Как мне удобнее. И повторяем в остальных так же. Вот что получилось в итоге. Прорезал во всех емкостях отверстие. Теперь по центру сверлим отверстие. Берем стяжки и стягиваем. Примерно где-то на таком расстоянии. Теперь откручиваем пробочки. И вставляем наши стяжки. Все, и накручиваем. Вот такая система хранения у нас сегодня с вами получилась. Можно использовать под различный вид крепежа. Под саморезы, гвозди. Какой-то другой крепеж. Винты, гайки, болты. Очень удобно, что бутылки прозрачные. Видно, какой крепеж где находится. Допустим, захотели поработать. Взяли определенный крепеж. Поработали, пришли, повесили на место. Все на своих местах. Все аккуратно. Друзья, вот такая вот подборочка идей у нас сегодня с вами получилась. Я думаю, вышла неплохо. А вы как считаете? Напишите в комментариях, какая идея вам понравилась больше, какая меньше. Какую бы идею вы повторили. Я всегда рад вашей оценке и вашим комментариям. Каждой прочитаю и всегда отвечу. На этом будем прощаться. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч.